Ручей посреди степного села, но чудом жители его не считают. Водоточит центральный водопровод прямо из-под участка. Соседи уже сбегают. Вот дерево, смотрите, уже наклоняется. Упадет, может упасть на соседний дом. Вот, пожалуйста. Это что, не трагедия? Тут живет женщина с ребенком. Они уехали к бабушке на яровое. Паника нерадушной перспективы, казалось бы, от ручья. Но течет он почти месяц. Порыв случился 23 июня, а никто не реагирует. Участок прежде принадлежал женщине, которая давно умерла. Ее сын выписан с октября. Теперь он живет в доме престарелых. Получается, дом бесхозный, но только не для коммунальщиков. Была у него переплата. Я уже не помню, на какую сумму, по-моему, на 700 с лишним рублей. Отключили свет. А сейчас долг 2103 рубля. Выходит, спустя почти год человек все еще в базе данных коммунального предприятия. Будет месяц, как мы ездим и в Белый дом, и в прокуратуру. Нас швыряют, как этих собачек. Туда-сюда, туда-сюда. То есть все говорят, что должен ликвидировать? Да, должен хозяин. Нет, заплатите, склачину сделайте, 20 тысяч заплатите. И ради того, чтобы вырыть, мы им просим, разройте центральную трассу и закройте отвод. А между тем, тех, кого топит, с каждым днем все больше. Вода дошла уже до земли, то есть до кабеля, поэтому уже мы неделю сидим без интернета и без телевидения. Специалисты там районные уезжали, смотрели, обещали, что сделают. Но пока еще не сделали. То есть говорят, что да, 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 мол, завтра, завтра. Ну, обещали сделать. В газете выпустили ответы, что пока сейчас с техникой проблема. С 24 июня. По словам местных властей, с 2015 года все вопросы водоснабжения курирует район. Но там уточнили, они в ответе только за общее водоснабжение. А некогда частный участок, где и случился порыв, предлагают взять на баланс сельсовету. Но с таким решением не согласна прокуратура района. По мнению надзорного ведомства, это нарушение закона. Получается, ответчик все-таки район. Но пока он перекладывает свои проблемы на других, ручей уже затопил половину улицы. Когда человек не платит за воду, штрафы накладывают, и пеня идет, и все. Значит, ищут, кто виноват, кто не платит. А что вот здесь вот она течет постоянно, в месяц уже. Чтобы исполнить представление прокуратуры, у власти района есть 30 дней. К слову, устранение прошлого порыва на водопроводе в Кусаке ждали 3 месяца. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.